Добрый вечер, 21.06 в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Ну и начну с новости, собственно, из ленты новостей сегодняшнего дня, которая, пожалуй, больше всего привлекла мое внимание. Это большого друга белорусских физкультурников Александра Григорьевича Лукашенко не аккредитовали на Олимпиаду в Лондоне. То есть человек, который так, собственно, продвигает и сам активно занимается спортом, хоккеем, лыжами, он просто не сможет поехать на Олимпиаду в Лондоне в качестве официального лица. Но, вы знаете, очень это симптоматично в том смысле, что мировая система каким-то образом может оценивать состояние с правами человека в отдельно взятой стране и применять санкции. То есть здесь совершенно явно был нарушен, но если даже не суверенитет Белоруссии, то суверенитет отдельно взятого белорусского гражданина по имени А.Г. Лукашенко. Вот, очень интересный, очень показательный случай, который очень хорошо проецируется на то, что мы собираемся обсуждать сегодня, а именно список Магнитского. Несмотря на то, что у нас уже такие каникулы в летнем политическом сезоне, эта тема по-прежнему остается в топе новостей. Вот даже если в гугле набрать, то список Магнитского по-прежнему опережает список Шиндлера. То есть это такая очень... Ну, более свежая просто. Да, да. Вот сейчас я представлю наших гостей, которые уже рвутся в бой и делают комментарии. Так что напомню, я думаю, все наши слушатели в курсе, напомним, что речь идет о введении Америкой и Соединенными Штатами визовых санкций против лиц, подозреваемых в убийстве юриста Сергея Магнитского и похищении 5,4 миллиарда рублей из бюджета России. То есть сейчас речь идет уже даже не только о Соединенных Штатах, о том, что с 2010 года рекомендовано отдельным странам Евросоюза присоединиться к этим визовым санкциям. Сейчас этот законопроект обсуждается... Был уже обсужден до каникул в профильном комитете в Конгрессе США и уже осенью он, когда он станет законом, он может быть принят в гораздо более жесткой форме. То есть речь пойдет не только о введении визовых санкций, но и о арест счетов в американских банках и вообще-то возможно дальнейшее расширение этого черного списка по другим вопиющим случаям нарушения прав и свобод человека и гражданина в России. Вот. Я, собственно, хочу поставить вопрос. Что это такое? Угроза российскому суверенитету, вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела, нарушение нашего суверенитета? Ведь, подумайте, любое государство суверенно в своей внутренней и внешней политике, в своих судебных решениях. Наш суд, наша юрисдикция. Все равно, что мы сейчас сидели бы в Москве... Нет, но здесь судебного решения не было. Сейчас, секундочку, да. Все равно, что мы сидели бы в Москве и обсуждали дело гражданина США, который скончался в тюремной больнице. Вот. Вот такая вот коллизия, такой вопрос, который я хочу задать нашим сегодняшним гостям. Это уже, так сказать, вот здесь говоривший, засветившийся в эфире. Это Федор Шелов-Коведяев. Профессор высшей школы экономики и бывший первый замминистра иностранных дел Российской Федерации. Добрый вечер, Федор. Добрый вечер. И второй наш сегодняшний гость – это Андрей Квартунов, генеральный директор и член Президиума Российского Совета по международным делам. Добрый вечер, Андрей. Здравствуйте. Ну вот, собственно, что это такое? Вот список Магнитского. Начнем с него, и затем поговорим шире о различных инструментах влияния мировой системы на внутреннюю политику отдельных государств. Вот, скажем, депутат Госдумы Евгений Федоров говорит, что это вот такой типичный инструмент давления США. Вот по Сирии, скажем там, или вот это сейчас разменяли на вступление России в ВТО. Что это такое? Андрей. Ну, вы знаете, когда я был студентом, учился в институте, у нас была такая шутка, что Соединенные Штаты вмешиваются во внутренние дела Советского Союза во всем мире. И вот мне кажется, что в данном случае мы сталкиваемся с чем-то подобным. Если говорить о суверенитете, то вопрос о том, кого допускать на свою территорию, это вопрос суверенитета каждой державы, которая впускает или не впускает людей. То есть здесь мы не можем вторгаться в суверенное право Соединенных Штатов отказать в визе тому или иному российскому гражданину. Кстати, хочу сказать, что в визах отказывают, к сожалению, очень часто и далеко не всегда объясняют, почему отказывают. Ну, вспомните там какой-нибудь Кобзона там или... Нет, потом они прямо говорят, что они могут отказать без объясненных причин. Да. Нет, ну пусть Андрей закончил. Вот это первый момент, который важно отметить. То есть мне кажется, что в данном случае говорить о том, что это несет угрозу российскому суверенитету, ну, как минимум двусмысленно. Скорее можно говорить о той форме, в которой был принят этот список Магнитского. Поскольку, конечно, не дело Конгресса Соединенных Штатов вот так подробно, детально, поименно перечислять людей, которым не будет разрешено посещать эту страну. Это не принято. Так почему тогда список Магнитского обрел такой резонанс? Ну, мы знаем, что это политические причины, это необходимость найти какие-то компенсации за отмену поправки Джексона Венника, это демонстрация озабоченности американских конгрессменов правами человека, это обстановка избирательной кампании, которая, конечно, накладывает свой отпечаток на те решения, которые принимаются. Но я хотел бы сказать, что с моей точки зрения, по крайней мере, вот если говорить о суверенитете, то надо этот вопрос рассматривать в несколько более широком контексте. Кто обычно говорит о проблемах суверенитета? Обычно говорят те страны, те государства, которые чувствуют себя уязвимыми по отношению к внешнему воздействию. Я бы здесь провел такую параллель, что есть экономический протекционизм. Ну, скажем, если у вас экономика хромает или она недостаточно развитая, то вы, как правило, делаете акцент на некие протекционистские меры. Не допускаете товары, не устраиваете какие-то тарифы, барьеры. Точно так же в политической сфере, если государство, ну, либо это новое государство, либо государство, которое не вполне уверено в привлекательности своей политической системы, ну, естественно, оно будет стараться защищать себя в том числе и методами политического протекционизма. Мне кажется, что вот наши методы политического протекционизма, они в некоторой степени связаны с тем, что мы понимаем несовершенство, а где-то, может быть, и некий архаизм, существующий у нас в политической системе. Мы хотим отгородиться от мира, дабы снизить риск политической конкуренции. И в этом смысле действительно и список Магнитского, и другие наскоки на нашу политическую систему... И законы, просто последние принятые, законы об НКО, об иностранных агентах. Ну, конечно. Мне кажется, что в этом сквозит некоторая неуверенность. И желание решить проблему, может быть, самым легким путем. То есть давайте просто не позволим вмешиваться в наши дела, не позволим оказывать влияние на наше население, и тем самым решим эту задачу. Я, опять-таки, не хочу сказать, что это всегда плохо, как и торговый протекционизм тоже не всегда несет только негативные последствия. Но здесь, очевидно, должна быть какая-то грань переходить, которую не следовало бы. Ну да. Федор, вот что это для Соединенных Штатов? Это политика интересов? Вот у нас же в России все меряется интересами, да? Кому это выгодно? Кто это проплатил? Или это политика ценностей, возврат, может, к тому, что было еще во времена Хельсинского совещания, во времена Картера? Нет, ну, конечно, ценности очень важны вообще для западной политики. Это один из между... И это, кстати, на самом деле не находится в противоречии стезисам об интересах, потому что ценности являются одним из ключевых интересов современного западного мира. И здесь совершенно правильно Андрей сказал по поводу того, что это невозможно оценивать в терминах покушения на наш суверенитет, потому что, в конце концов, точно так же, как каждый из нас имеет право кого-то принимать у себя дома, кого-то не принимать, да, кому-то пожимать руку, кому-то не пожимать руку. Не будем говорить, насколько это вообще удачно, отказ, да, вот. Но, тем не менее, да, то же самое здесь человек, в данном случае государство, в данном случае нация, ее представители, избранные законным образом, принимают решение о том, кого впускать к себе домой, а кого не впускать к себе домой. Это суверенное право той или иной страны. Поэтому мне бы хотелось вообще поговорить о более важном моменте, который здесь присутствует, и который, непонятно почему, но практически не обсуждается. Дело в том, что тот человек, который все это дело затеял, да, который был шефом, начальником Магнитского... Билл Браудер? Да, который, как у меня есть достаточное основание предполагать, неудовлетворительно предполагать, обещал ему полную защиту и, как бы, да, иммунитет от преследования в случае чего, да, который его просто бросил, да, который при этом обрел, скажем так, аккуратно, да, большое количество средств от «Газпрома», на эти же самые средства начал вот всю эту кампанию, очень грамотно построенную через одну из известных очень американских адвокатских и лоббистских контор, который в своем названии содержит два имени, и второе имя, если его перевести с немецкого, поскольку, значит, вот этот адвокат имеет немецкие, ну, предки его имеют немецкие корни, Траурих, значит, что его предки в Германии когда-то владели похоронным бизнесом. Тоже довольно значительно. Так вот, за деньги, за русские деньги, уведенные в Германию, человек, который эти деньги увел и который подвел своего сотрудника... Ну, скажем так, за деньги «Газпрома». Да, да, устраивает вот все это, вот весь этот спектакль, как считается нашими официальными кругами, но во всем случае затевает всю эту историю, которая вот в таком остром ключе воспринимается у нас. Хорошо, вы хотите сказать, что это что, интересы одного человека здесь? Нет, 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 конечно, здесь сошлось очень много интересов, и Андрей уже здесь о многом сказал, и я бы не стал развивать эту тему дальше. Проблема в другом, проблема в другом, что это как раз показывает абсолютную неспособность нашей административной системы отстаивать свои собственные интересы. Потому что, вы представляете, за наши деньги нас макают лицом в некоторую субстанцию, которую я не буду здесь называть. Ну, здесь, собственно, вопрос, а кого нас? Кто эти мы, кого макают лицом? Меня, по-моему, когда умер Магницкий в тюрьме, меня макнули лицом. Нет, 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 я не имею в виду общество, я имею в виду тех людей, которые сейчас вот возмущаются тем, что сейчас предпринимаются в Соединенных Штатах Америки так и такого рода решения. Поскольку вы вовремя не выстроили систему контр-мир, поскольку вы все это прохлопали, то в соответствии с узусами американской политической культуры, получайте по полной. Если вы не умеете, да, ну так и получайте. Все это, на самом деле, можно было демпфировать, да еще полгода назад. Ну, я уж не говорю о том, что полтора года назад, когда начинало закручивать. Да, что мы сейчас немножко говорим о технологии внутри вот этого всего заложенной. Но меня здесь больше сам принцип интересует, да, было ли предполагаемое вот это вот преступление, да, убийство юриста, чтобы, собственно, перевести стрелки от действительных казнокрадов. Насколько обоснована реакция, жесткая реакция Американского Конгресса на это, на все. Насколько обоснована реакция западного сообщества на это, на все. То есть то, что мы говорим о пиар-сопровождении, за чьи деньги пиар-сопровождении, ну, это уже детали, но сам принцип. Нет, вы знаете, вот я могу сказать, вот мое впечатление, да, по поводу того, что произошло, к сожалению, с Сергеем Магницким. Что мне там не видится какого-то замысла у контрапуби человека, который может о ком-то что-то такое рассказать. Это, знаете, наше неправоохранительное, мы ее называем правоохранительным, при том, что те, кто содержит людей в тюрьме, не являются правоохранителями. Это репрессивная структура, да, и во всем мире это так и называется, карательная структура, да. Так вот, она не привыкла к тому, чтобы с ней общались так, как он общался. Он писал там иногда по десятку жалоб в день, да. Ну, вот что называется, ну, достал. Вот получи, сволочь. Вот тебе сказано, сиди и не высовывайся, а ты нам пишешь. То есть его убило не направленное, а системное насилие, свойственное самой системе. Но в любом случае, но весь мир возмутился по поводу, неважно, убил ли его специально, но есть, собственно, сам факт. Андрей. Ну, вы знаете, конечно, наверное, основания для возмущения были у мира, и, конечно, это обстоятельство было использовано людьми с большими деньгами. Ну, вот у меня здесь к Западу есть претензии двоякого характера, ну, или, по крайней мере, определенные опасения. Во-первых, вот это то, что очень часто называется в американском политическом жаргоне slippery slope, да, вот такой скользкий склон. Скользкая дорожка, да. Ну, хорошо, да, конечно, суверенное право Соединенных Штатов не пускать на свою территорию тех, кого Соединенные Штаты не хотят пускать. Но вот, скажем, арест счетов без суда, без решения суда. Ну, да, юридически же эти люди никем не... Конечно, не признаны преступниками. То есть здесь я бы сказал бы, что это очень не по-американски, потому что для американцев характерен высокий уровень правовой культуры. Они никогда никого у себя без решения суда не... Ну, не то, чтобы, так сказать, там, не посадят в тюрьму, но даже не примут никаких мер такого финансового воздействия. Или, скажем, возьмем, очень тоже любопытна реакция очень уважаемых мною наших британских коллег. Они говорят, да, мы, скорее всего, в общем, поддержим список Магнитского, мы считаем это важно. И мы считаем, что это форма, в которой мы можем помочь России бороться с коррупцией. Хорошо. Если вы хотите помочь России бороться с коррупцией, давайте посмотрим, кто из наших беглых или полубеглых олигархов увел деньги в Лондон. А кто сейчас там живет, и кто по-прежнему находится не в ладах с российской фемидой. Если это так, то давайте займемся этим серьезно. Иначе складывается впечатление, что даже в Соединенном Королевстве ну, право используется несколько избирательно, скажем так. С другой стороны, смотрите, мы же никогда... Мы согласились, что это не новость, да, потому что как раз, как раз что касается финансов, то британцы здесь всегда сугубо соблюдали свои интересы. Поэтому если денежки уже к ним пришли, то извините, вот это мы обсуждать не будем. Коллеги, вот я хочу сейчас что спросить. Ну, смотрите, понятно же, что никогда не будет в нынешней системе, при нынешнем режиме, никогда не будет никакого решения суда, обвиняющего убийц Магнитского. То есть американцы будут ждать вообще до мартовских колен. Нет, нет, все-таки я бы сказал never say never, да, потому что здесь все может... Ну, вы знаете, да, у нас все, что касается там судебных решений, и прочих связанных с этим вещей, иногда совершает такие головокружительные пируэты, что я бы не стал говорить, что это никогда не может произойти, да, потому что в конце концов к той же самой карательной системе накопилось столько претензий, да, не только у общества, да, у профессионального сообщества, в конце концов, у юридического сообщества, что я не исключал бы, да, что для того, чтобы сделать какой-то жест показательный, да, наше высшее руководство в один момент скажет, так, ну все, да, действительно, вот надо же, там, оказывается, есть огромное количество данных, которые вот показывают, что, да, вот эти конкретные люди, вот они там то-то-то-то-то-то-то, да, они... Ну, хорошо. И плюс к этому они коррупционеры, и плюс к этому... Тогда все-таки вот я хочу вот в этой части разговора... Вот условно говоря, да, не будет возможности выполнять социальные обязательства, завышенные, взятые на себя, надо будет что-то обществу показать, вот покажем, что борются с негодяями. Понятно, Федор, вопрос, вот в этой части разговора, так сказать, подытоживая, тогда что же такое вот сейчас это список Магнитского и все дело Магнитского в Конгрессе США, это некий отдельно взятый эпизод, который из-за пиар-деятельности Билла Браудера был раздут до размеров большого международного скандала как инструмент давления на Россию и инструмент внутренней политики США. Выходит так? Нет, я здесь вообще на самом деле какого-то большого давления не вижу, да, ну потому что, ну хорошо, ну там какое-то там количество 30-35, или там, не знаю, 55 человек, ну не будут возможности ездить в Соединенные Штаты Америки, да. Действительно есть большой вопрос, собственно, к самой юридической системе Соединенных Штатов, это вот то, что касается ареста авуаров тех или иных компаний или частных лиц, да. Ну хорошо, в конце концов это тоже переживем, то есть это, ну в данном случае какой-то комарийный укус. Вот, и... Но это прецедент, по крайней мере, это сигнал. Нет, ну прецедент, 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 и там, я не знаю, каких-то аналогичных ситуаций может быть еще много, но они не являются критическими, скорее, скорее я стал бы говорить о том, что отношения с Соединенными Штатами находятся в такой стадии, скажем так, недопонимания, мягко говоря, взаимного, да, что, ну вот, происходит такого рода эксцессы просто, потому что, ну вот, ну что делать с этими русскими, ну вот не знаем, что делать, да. Мы тоже говорим, что этим американцам надо, да, ну вот, вот на самом деле. Андрей, вы согласны с такой оценкой, что действительно долгосрочного большого эффекта на российско-американские отношения не будет, которые все равно в таком полузамороженном отношении? Ну, во-первых, они все-таки не в полузамороженном отношении находятся. Просто в неблагополучном. Мы можем говорить все-таки. Ну, некий провал, провал перезагрузки все-таки, нет? Ну, провал, не провал, но неблагополучные обстоят дела действительно сейчас, да? Я думаю, что... Повестка дня маленькая там, ну и так далее. При определенных условиях, особенно в случае прихода к власти республиканцев, конечно, вот такие моменты, как список Магнитского, может быть, применение нового закона в отношении НКО, может быть, какие-то другие наши инициативы, они будут использованы для усиления давления на Россию. И в этом смысле, мне кажется, прецедент чем важен? Вот мы всегда говорили, ну, по крайней мере, наша власть всегда говорила американцам или европейцам, давайте вот мухи отдельные, котлеты отдельные. Вот мы будем с вами торговать, мы будем развивать сотрудничество, обмениваться технологиями, а вот права человека, там политические институты, плюрализм, выбор, вот не надо. Мне кажется, что то, что произошло со списком Магнитского, означает, что в будущем, скорее всего, вот так договориться не удастся. И не удастся не потому, что там люди против России настроены или хотят нам вреда, есть и такие, конечно, но мне кажется, что вот для американца практически непонятно, как эти вещи можно отделить. Я вот могу сказать, что недалеко вчера я был на ужине с рядом наших крупных бизнесменов, и в том числе представляющих иностранные компании, они говорили, что ну вот, понимаете, все-таки список Магнитского и случай Магнитского, он оказывает влияние, хотим мы этого или не хотим, и на отношения в сфере бизнеса. Он подрывает доверие к способности российской правовой системы разобраться, наказать виновных, установить справедливость. И вот это, к сожалению, все больше и больше, скорее всего, будет воздействовать и на наши экономические отношения. На инвестиционный климат, собственно, защита прав собственности и так далее. Безусловно. Вот нету доверия к нашей судебности. Прежде всего, право на справедливое разбирательство. Да, даже не столько правособственность, сколько на справедливое разбирательство, даже еще до суда хотя бы. Вот, и поэтому мне кажется, что это все-таки существенно. А вот случай, о котором вы упомянули в самом начале, Лукашенко, это, мне кажется, явление совсем другого порядка. Конечно. Потому что это фактически отказ лидеру государства. Подтверждение, нет, подтверждение, потому что ему уже закрыт въезд в Европейский Союз. То есть это просто подтвердили ранее принятого решения. Да, да, но вот здесь опять-таки вопрос, где та грань, которую переходить не следовало. Ну, допустим, сначала Лукашенко, а потом, например, Юнукович. В связи, например, хотя бы с тем, как они обходятся с Тимошенко. Уже же были страхи по поводу того, что на чемпионат никто не приедет, будет де-факто бойкот чемпионата правительственной. Ну да, на самом деле многое-многое здесь подтвердилось, но не в таких масштабах, которых боялись. И вот отказ в легитимности лидерам, это уже вопрос, как мне кажется, очень серьезный для них. Российский ответ, вот то, что все, так сказать, грозились, там, раздували щеки. Насколько все это реально и насколько это может ударить по Соединенным Штатам? Список Бута, список Ярошенко. Вот смотрите, на самом деле мне представляется намного более существенным, опасным и тревожным, это то, что действительно, да, мы заинтересованы в получении технологий из Соединенных Штатов, да, 75% технологий, современных каких угодно, это Соединенные Штаты Америки, да. Вот то, что мы их не будем получать, вот это для развития страны, да, для не только экономического, но там и какого угодно, включая интеллектуального развития страны, это, вот это крайне опасно. И вот это на самом деле тот рычаг, тот инструмент, которым, безусловно, Соединенные Штаты пользовались раньше и будут пользоваться впредь. И в этом смысле, вот то, что мы создаем дополнительные какие-то точки преткновения, да, в взаимных отношениях, это, безусловно, самым негативным образом сказывается, да, потому что это вот в том числе то, о чем мы говорили, вот бизнесмены, да, вчера вот на том уже некотором миландре, да, потому что и без этого это все далеко не безоблачно, да, вот. А тут еще какие-то, ну, совершенно, я повторяю, ну, совершенно не в человеческом плане, конечно, только ради Бога, да, но совершенно какие-то ничтожные поводы, да, для драки, да, то есть колоссальная человеческая трагедия используется для того, чтобы создать какой-то дополнительный, в общем, на самом деле, второстепенный, негативный момент во взаимных отношениях, вместо того, чтобы вместе, как бы, да, солидарно выяснить, что же произошло, и действительно, там, не знаю, семье Магнитского, да, как бы, да, дать какое-то, ну, поскольку погиб человек, ну, какое-то хотя бы, ну, вот, человеческое удовлетворение от того, что произошло честное, открытое разбирательство... Да, я думаю, здесь, прежде всего, вопрос о справедливости, о справедливости, который требует сейчас мать Магнитского. Да, и в этом смысле я должен сказать, да, что справедливость, справедливость, да, justice, justice, это же справедливость, да, вот, это на самом деле совсем не есть какой-то, там, не знаю, опять же, наш русский национальный приоритет, это приоритет вообще всей христианской цивилизации. Ну, вот вы знаете, здесь, да, здесь такое ключевое... И понятие справедливости, скажем, в протестантской культуре, оно ничуть не менее значимо, чем в православной культуре, да? Естественно, ну, это... Вы знаете, вот здесь очень большой вопрос, который мы поднимем и затем уже обсудим после перерыва. Если ты не можешь добиться справедливости в собственной стране, можно ли ее искать за рубежом справедливости? С этим вопросом уйдем на небольшой перерыв. И снова добрый вечер, программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Наши сегодняшние гости – это Федор Шалов-Коведяев. Профессор высшей школы экономики, бывший первый замминистр иностранных дел. И Андрей Картунов, генеральный директор и член Президиума Российского Совета по международным делам. Обсуждаемый список Магнитского. Но даже не столько его политическую составляющую, сколько вообще... Насколько государства в современной мире могут быть суверенными? Насколько полон суверенитет? Что такое государственный суверенитет? И что такое суверенитет народа? Ну вот, если говорить о списке Магнитского во внутренней политике России, как, Андрей, вот вам известно, как к нему относятся наши чиновники, наши власть придержащие? Потому что были некоторые совершенно удивительные для меня заявления. Например, Чуров говорил, что для него было бы почетно попасть в список Магнитского. Ну, вы знаете, мне кажется, что здесь, конечно, есть соображение чести мундира. То есть, именно потому, что американцы этих людей включили в список Магнитского, можно сказать, паракселанс, мы должны против этого выступать, и мы должны рассматривать эти попытки не как стремление помочь правосудию, а как враждебную по отношению к России акцию. Мне кажется, вот это обстоятельство следует учитывать. При этом, я так полагаю, что большинство наших чиновников искренне, ну, по крайней мере, я надеюсь, хотели бы, чтобы степень коррупции в России снизилась, чтобы наш государственный аппарат работал более эффективно. Степень коррупции других. Вот. И, ну, нет, если говорить о новом правительстве, например, действительно, там появилось много людей, молодых, энергичных, амбициозных, получивших лучшее образование. Поэтому мне кажется, что, конечно, они должны быть объективно заинтересованы в объективном разбирательстве. И какое-то разбирательство с теми людьми выведами, оно все-таки должно состояться, должно состояться у нас. Мы должны свою проблему эту решить. Мы не можем делать вид, что ее не существует. Ну, да, здесь, конечно, больше очень честь-честь мундира. Например, совершенно замечательное, восхитительное было заявление председателя высшего арбитражного суда Антона Иванова, который предлагает защитить суверенитет от всяких иностранных судов. Он не хочет, просто не хочет, не хочет не просто отменять в России решение иностранных судов, но даже конфисковать активы и имущества компаний и лиц, которые побеждают в заграничных судах, а самим их судям запретить въезд в Россию. То есть, построить стену против экстерриториального правоприменения. Ну, видите, в данном случае это просто даже и нарушение Конституции нашей. Я все-таки, как один из авторов Конституции, должен заметить, что все ратифицированные международные конвенции являются не просто частью нашего национального права, они являются как бы высшей частью, самой ключевой частью нашего национального права. И поэтому, поскольку мы подписали конвенции, скажем, связанные с Европейским судом по правам человека, с другими международными трибуналами и так далее, но, правда, я надеюсь, что до международного трибунала по нашему поводу дела не дойдет, да, и ГАГа не будет нами заниматься, дай Бог, да. Вот. То, не нарушая нашей Конституции, принимать вот такого рода решения невозможно, да. И я думаю, что даже вот в нынешнем своем состоянии Конституционный суд не сможет проигнорировать такого рода действия, если они будут предприняты. Но, поскольку вот сами эти международные конвенции являются высшей частью нашего как бы корпуса национального законодательства, то, безусловно, безусловно, граждане и организации имеют право в них обращаться, если... Потому что это прямо так и предусмотрено статутами этих судов, да, что если вы не нашли удовлетворяющего вас, даже не просто там справедливого, не удовлетворяющего вас решения, на национальном уровне благоволись обращаться к нам. И в этом смысле, скажем, если говорить о европейском суде по правам человека, он ведет себя очень корректно, потому что он уже сточил требования к тем, кто в него обращается, да, что вы сначала должны действительно показать, что вы все процедуры внутренние прошли, да. Вот. И вот, тем не менее, вы не получили того, что вы считаете. Ну да. Причем доказать, доказать, что вы, вот не просто вот вы считаете, что вот это вас не удовлетворяет, а что это по сути не удовлетворяет, как бы, иску, которую вы заявляли. Хочу сейчас объявить телефон, наш студийный 651099,6, код Москвы 495. Позвоните нам и скажите, одобряете ли вы список Магнитского? Нужен ли России список Магнитского? Нужен ли российскому обществу, российской власти список Магнитского? 651099,6. Ну вот, с точки зрения общества, вот как вы считаете, список Магнитского это нужная вещь? Правильный сигнал обществу? Ну я бы сказал, что мне кажется, что нам нужен свой список Магнитского. То есть власть должна продемонстрировать, что она серьезно относится к проблеме коррупции, к проблеме чиновничьего беспредела, что люди, которые совершают серьезные преступления в этой сфере, они должны понести наказание. Вот до тех пор, пока этого не будет, до тех пор, пока нет веры в том, что власть тоже заинтересована в справедливости внутри страны, будут появляться вот эти зарубежные списки Магнитского. Я думаю, что часть нашего общества будет к этим спискам относиться весьма положительно. Вот Юрий как раз у нас на линии. Юрий, ваше отношение к списку Магнитского? Я считаю, что однозначно очень важный список и нужный. Очень позитивно к нему отношусь. Потому что просто в стране запредельная коррупция. Вы понимаете, очень плохо, когда у нас коррумпированы административные органы. Страшно, когда правоохранительные надзорные. Но когда мы даже в суде не можем найти справедливости. Вот у меня сейчас два параллельных судебных процесса идут. Просто судьи выносят маразматические решения. Понимаете? Ничего общего с законом. Я уж не говорю, что она со справедливостью не имеет общего. Просто в стране жителей становится страшно. Понимаете? Понятно. Спасибо. Спасибо, Юрий. Напомню, сейчас телефон 65 10 99 6. Нужен ли России список Магнитского? Одобряете ли вы список Магнитского? 65 10 99 6. Да, Федор. Ну вот вопрос на самом деле неоднозначный. Да, потому что, безусловно, для какой-то части общества вопрос совершенно очевиден, что это благотворно, что это позитивно, что это каким-то образом простимулирует нашу судебную систему, нашу карательную систему каким-то образом модифицировать. Но для значительной части общества вот те заявления, которые делают представители наших административных структур, очень хорошо ложатся на сознание, да, потому что вот, а что это они там по нашему поводу выносят какие-то там решения, что-то там нам указывают, да, то есть такая вот, это на самом деле очень в человеческой природе, да, что это я там у себя дома не могу себя вести так, как я хочу, да. Ну да, командная стратегия, наших бьют. Да, 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 что-то там мне соседи там, значит, будут стучать в стену или что-то там, значит, через балкон мне кричать, чтобы, да, вот, подумаешь, я там магнитофон после 11 врубил на полную мощность, там, или телевизор, да, что это мне там будут говорить, что там, значит, я что-то такое нарушаю, да. Вот, то есть вот, к сожалению, здесь это тоже присутствует, поэтому я, честно говоря, сейчас затрудняюсь сказать, насколько это по результатам будет благотворно или нет. Ну вот вы знаете, давайте мы спросим сейчас наше общество, у нас есть возможность сделать смс-голосование, пришлите нам смс на номер 5533 с буквой А, если вы одобряете список Магнитского, из буквы Б, если не одобряете список Магнитского. Итак, смс на номер 5533 А, одобряете, Б, не одобряете. К нам сейчас, к нашей беседе присоединяется Иван Нининко, замдиректора Центра антикоррупционных исследований инициатив Transparency International Россия. Иван, добрый вечер. Да. Добрый вечер. Да, добрый вечер, Иван. Скажите, вот хотелось бы узнать о ваше впечатление о реакции российских властей на список Магнитского, потому что, вот, например, я читал Кирилл Кабанов, председатель национального антикоррупционного комитета, говорит вообще, что многие чиновники почитают за честь попасть в список Магнитского. Какую вы видите в наших чиновниках реакцию? Ну, реакция немножечко местами истеричная, когда говорит, что будет принят ответный список Магнитского. Ну, довольно смешно грозить американским чиновникам запретом въезда в Россию или арестом их счетов в Россию. Но у некоторых чиновников, да, реакция такая, что попадание в список Магнитского для них гарантирует попадание в касту определенных неприкасаемых. Потому что любое действие против них будет восприниматься как действие, инспирированное Соединенными Штатами и внешнее давление на Россию. Поэтому есть такая вот обратная сторона. Ну да, то есть, собственно говоря, они свои экономические какие-то дела, махинации могут проводить по политической линии, по политической номинации прикрывать, да, и фактически получать своего рода иммунитет. Да, 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 и любое, например, наше заявление, или Следственный комитет, или там заявление от Национального комитета по каким-то делам этих лиц, они будут говорить, что ну вот это продолжение этого гонения, это связано со списком Магнитского, и это все делают условно-американские спецслужбы, которым и так у нас приписывается практически любое действие против Калкова, либо чиновника в России. Вот сейчас, за те месяцы, ну сейчас особенно последние сколько, два-три месяца активизировалась вся эта дискуссия по поводу списка Магнитского, какие-то есть подвижки в расследовании сейчас смерти Сергея Магнитского? Нет, к сожалению, сейчас подвижек, о которых бы нам было известно, нет, то есть не исключено, что что-то происходит с закрытыми дверями, но на самом деле ситуация, ну продолжая быть непечатлена, за это время единственные обвинения, которые были предъявлены, это были, ну, совсем низкопоставленным сотрудником бутырки, да, и это и то, и эти обвинения были в итоге закрыты за давностью состава преступления. Нет, ну вот сейчас, правда, уволили врача тюремной больницы, главного врача. Нет, я бы не сказал, что вы просто произнесли, что мелких исполнителей внутри бутырки, нет, внутри бутырки они не мелкие исполнители, то есть с точки зрения всей государственной машины, конечно, они там не сильно высокопоставлены, да. Извиняюсь, его уволили, но его не наказали в том плане, что он не понес юридические наказания, ну, например, условного, хотя бы условного приговора или хотя бы какого-то штрафа. Увольнения, конечно, да, это наказание, которое у нас сейчас, ну, иногда применяется, но оно напрямую не связано, и он может там занимать аналогичную должность, это без запрета на занятие аналогичной должности в других ведомствах. Вам список Магнитского помогает в вашей работе в Transparency International России? Честно говоря, нет, но в своем неоднозначном отношении к этой инициативе, потому что, на наш взгляд, намного более эффективной была бы работа по выявлению коррупционных средств наших чиновников за рубежом и их преследованию тех средств, которые часто через отмывание денег, потом приобретается имущество нашим чиновникам, в том числе и списка Магнитского, в том числе и другими. И эта работа была бы намного более эффективной, она была бы в правовом поле, потому что список Магнитского, ну, как мы с вами понимаем, это такое на грани правового поля действия, оно больше политической плоскости. Но более символическое, но, с другой стороны, это, своего рода, очень сильный такой символический жест, который может открыть дорогу вот тем мерам, о которых вы говорите. В целом, да, но вот как раз эти меры, они бы были бы намного более символичны и значимы, если бы, например, было бы проведено расследование относительно, ну, имущества наших высокопоставленных должностных лиц, в том числе, вот, например, для начала списка Магнитского. Это расследование, в том числе, по материалам тех расследований, которые делал Браудер, с Hermitage Capital и адвокаты им наняты, я не сомневаюсь, что если была бы политическая воля руководства, ну, например, США, то можно было бы найти и в США имущество, ну, серьезные лица, из списка Магнитского, которые в той или иной степени поспалили, там, Евросоюз. Понятно. И как раз поставить вопрос, откуда это имущество у этих лиц, потому что, в общем-то, ну, сейчас декларируются доходы, декларируется имущество чиновников в России. Чаще всего это имущество будет не соответствовать тем доходам, и здесь можно вставить вопрос просто об отмывании денег и уголовном, в том числе, преследовании этих лиц абсолютно в рамках существующих законов. Понятно. Спасибо, Иван. У нас был на линии Иван Ниненко, замдиректора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International России. Я бы хотел обратить внимание на то, что есть, может, во всяком случае, появиться некий эффект от списка Магнитского, который связан с тем, что вроде как собираются осенью внести в Думу законопроект о том, чтобы любые государственные служащие, да, не только высокопоставленные чиновники, но и вообще государственные служащие, не могли иметь счетов за границей. А и имущество за границей, да, то есть все должны там либо вернуть, либо продать и вернуть. А члены семьи? Андрей. Нет, нет, я говорю, это само по себе забавно, да, то есть вообще неплохо, да, верните все ваши деньги сюда обратно в страну. Другое дело, что я согласен с Андреем, что тут масса лазеек все равно будет оставлена. Напомню нашим слушателям, что у нас идет смс-голосование, пришлите смс на номер 5533 с буквой А, если вы одобряете список Магнитского, и с буквой Б, если вы не одобряете принятие списка Магнитского. Голосование продолжается. И телефон наш студийный в прямом эфире 65 10 99 6. Поддерживаете ли вы список Магнитского? Нужен ли он России? Дмитрий на линии. Алло, Дмитрий. Да. Да, добрый день. Да, добрый вечер, слушаем вас. Я полностью поддерживаю список Магнитского. Я считаю, что этот список нужно было еще ввести в европейских странах, для того, чтобы наши, скажем так, участники этого списка понимали, что не только Америка их не пустит, а еще и Европа, где у них находится, скажем, большая часть этого незаконного нажатого имущества, который вымазан из крови господина Магнитского. Поэтому это, да, это политическая мера, но экономически это был бы, конечно, для них более серьезный удар. Тогда бы остальные подумали на будущее, как вообще себя вести и можно вообще совершать такие преступления, какие могут быть последствия. Ну да. А Америка далеко, она Америку очень далеко. Не-не, ну конечно, Европа, Европа это счета в Швейцарии, это дети в английских школах, это яхта на Сардинии, это недвижимость на Коста-Браво, это все Шенген. Ну Европа боится. На Лазурном берегу. Да. И эти люди делают там хорошую выручку, понимаете, приезжают со своими фенгами, развлекаясь и общественно оставляя там большие суммы. То есть они тоже, то есть Европа тоже побаивает. Сначала помните, когда Италия собирается ввести такие санкции, то есть тоже стоит список Магнитского. Франция. А потом Британия. Да, понятно, Дмитрий, спасибо. Спасибо. Ну вот да, вот хороший вопрос. Наши любят собираться в Монако для того, чтобы там, не знаю, обсудить какие-то вопросы. День рождения губернатора. Нет, просто, нет, ну просто встретиться там, не знаю, не в московском ресторане, а в Монако для того, чтобы там поговорить за каких-то текущих вопросов. Ну вот это было бы, конечно, очень сильным шагом. Шенген, это было бы совершенно другое звучание. Но как вы думаете, политически, наверное, это практически невозможно представить, что Европа, ну и потом опять-таки Европа, это же нету общеевропейского решающего органа, исполнительного органа, чтобы принять такое решение. Нет, ну в любом случае даже... Это юрисдикция отдельных стран. Да, в любом случае, даже если будет какое-то по этому поводу рекомендательное решение Европейской комиссии, все равно это потребует одобрения всех 27. Это очевидно, да. То есть автоматически это не вступит. Андрей. Ну, я хочу сказать, что, конечно, механизмы, по крайней мере, такие эмбриональные механизмы для того, чтобы... Не надо обомбрёных. Сейчас, да. Протомеханизмы для того, чтобы такое работа вести, есть. Конечно, есть механизмы Интерпола. А есть, в общем, довольно неплохо отлаженные механизмы взаимодействия финансовых разведок мира. И, кстати, Россия в них участвует. То есть сказать, что сделать ничего нельзя, было бы, наверное, преувеличение. Конечно, человек слаб. Конечно, если к тебе в страну приводятся большие деньги, если это влияет на экономику, на занятость и так далее, то существует... Особенно политический человек слаб. Да, потому что... Политически, да, это относится, конечно, больше, наверное, к политикам, чем к реальным бизнесменам. Но, тем не менее, как мне представляется, если вот такие вопросы, как список Магнитского, как борьба с коррупцией в России, приобретут общественный резонанс, в том числе и в Европе, то не прореагировать на это будет очень трудно. Но здесь, мне кажется, очень важный момент, который мы все должны понять. То, что Запад является, как мне кажется, нашим союзником в том, чтобы это приобрело общественный резонанс. Если мы у себя сами в своем доме не можем добиться справедливости, а, по крайней мере, звонки наших слушателей сейчас говорят, что люди хотят справедливости, люди понимают, что ее нету, так почему нам не воспользоваться внешней помощью, чтобы добиться этой справедливости у той системы, у которой мы этой справедливости добиться не можем? Нет, ну вот смотрите, да, вот правильную очень вещь я сказал Андрей, но тем не менее вопрос, да, сразу возникает, с кого начнем? Ну, с кого-то, с кого-то надо начинать, пускай это один из миллионов случаев Магнитский. Нет, нет, вот смотрите, да, там, я не знаю, сидит напротив наших руководителей, там, не знаю, Ангела Меркель, там, или, там, не знаю, Дэвид Кэмерон, или Баррек Обама, говорит, и спрашивает, хорошо, я согласен, там, и называет имя того человека, который с нашей страны сидит напротив него, с кого начнем? Весьма содержательный вопрос, на самом деле. Ну да, вопрос политической целесообразности, но, вы знаете, он и теоретический тоже, да, здесь, как все трое, мы более-менее занимаемся политической наукой, это, собственно, вопрос суверенитета, да, по Конституции, суверенитет же не государству принадлежит, и не силовикам, суверенитет принадлежит народу, да, и вот, когда мы спрашиваем народ, вот, понимаете, фактически список Магнитского, это в поддержку народного суверенитета, это против суверенитета силовиков, а они очень интересно здесь, ведь передергают, если подумать, то есть они фактически государственный суверенитет путают с собственным иммунитетом. Вот один из звонивших, перезвонивший, это сказал, то есть фактически, когда ты попадаешь в список Магнитского, ты, прикрываясь госсуверенитетом, получаешь политический иммунитет. Нет, это просто есть некий пережиток советской политической культуры, и там даже можно найти этому корни и более глубокие, да, который, в принципе, отделял нацию от государства. То есть государство, это было нечто, да, надстроечное, да, которое, вот, якобы, государство имеет какие-то интересы, которые могут не совпадать с интересами общества, что, конечно, абсурдно, да, потому что государство, это некий механизм, который, в принципе, призван в хорошем смысле обслуживать интересы. Ну, все же, да, интересы автомобиля там выше, чем интересы его владельца, вот так скажем. Государство, это механизм, который мы покупаем и используем. Покупаем, не покупаем, формируем, там, да, избираем, за налоги, избираем, там, и так далее, и так далее. Да, то есть, в принципе, у, там, государственного аппарата, да, потому что, когда мы говорим, государство вот в таком отделенном виде, то имеется в виду государственный аппарат, да, то, что на Западе называется паблик сервис, сервис публики, да, то есть, как бы, общественная служба, вот. Конечно, он не может иметь своих, во всяком случае, законных интересов, отделенных от интересов общества. Вот мне кажется, что в списке Магнитского именно вот эта коллизия. То есть, у каждого отдельного человека, у каждого отдельного человека есть свои частные интересы, какой бы пост он ни занимал, это, безусловно, да, и от этого никуда не деться, да, эти коллизии возникают не только у нас, да, там, они возникают в Британии, они возникают в Соединенных Штатах Америки, во Франции, в Германии, где угодно, да. Но, тем не менее, всё-таки, raison d'être, да, принцип существования самого по себе, вот, как бы, самой по себе вот этой вот общественной или государственной службы заключается в том, что она должна в оптимальном режиме удовлетворять интересы национальные, да, поэтому нам нужно, в принципе, менять вот эту вот парадигму, да, не государственные интересы, а национальные интересы, то есть, как бы, наши общие. Хочу напомнить ещё раз, что у нас идёт СМС-голосование. Пришлите нам СМС на номер 5533 с буквой А, если вы одобряете список Магнитского, и с буквой Б, если вы не одобряете список Магнитского, 5533. И телефон наш в студии 651099,6. Одобряете ли вы список Магнитского и нужен ли он России? Андрей. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотел, конечно, дожить до того времени, когда бы мы без всяких дополнительных списков здесь, опять же, в национальных наших интересах, как было подчёркнуто, могли судить справедливо, негласно от такого рода расследовать преступления, потому что коррупция, она практически сейчас является главным системоугрожающим элементом для национального государства России, скажем так. И именно поэтому я, например, не верю в то, что, предположим, наши стратегические, скажем так, партнёры, в кавычках, готовы бороться за нас и вместо нас, с нашей коррупцией, потому что коррупция – это приводной ремень, в общем, их влияние. Потому что коррупция разрушает государство и ослабляет, соответственно, своего конкурента на мировой арене. – Понятно, понятно. Спасибо, Андрей. 65, 10, 99 и 6. Нужен ли России список Магнитского? Олег. – Здравствуйте. – Добрый вечер. – Мне кажется, в общем-то, делается всё на пустом месте. Это раз. – Ну, подождите, почему на пустом месте? Что, не было самого эпизода, не было смерти юриста, вы считаете, не было вот этого казнократства, почти 5 миллиардов рублей из государственного бюджета. Это пустое место? – Фактически, да. Потому что этот список не касается, фактически, большинства, подавляющего, 99% наших людей. – Коррупционеров. – Вообще или вообще-вообще людей? – Вот. У меня просто вот глупый, может быть, вопрос. В своё время, когда Путин пришёл, он сказал, бояков мочить хоть в сортире, это было такое. – Да, было, да. – Самое интересное, а коррупционеров там же утопить нельзя? – Понятно, можно ли. Ну, да, такой вопрос. Ну, я думаю, да, молчание такое. – Да. – Но была бы политическая воля, я думаю, да, не моя сцена в студии. – Да. – Вот, желательно было бы. Ну, если мы сами не можем, понимаете, вопрос, если мы сами не можем их утопить там, вот, или хотя бы назвать их по имени, понимаете, хотя бы, так сказать, поднять это дело в юридическом ключе, ну, значит, может быть, пусть кто-то ещё это сделает, вот как раз Иван Ниненко нам здесь рекомендует, – Нет, ну, в данном случае я бы сказал, что нельзя тоже быть иждивенцами, да, всё-таки свои проблемы надо решать самим, потому что там ждать, что там, я не знаю, Белый дом заменит нам ЦК КПСС и… – Вашингтонский обком. – Комиссию партийного контроля, да, но это было бы совершенно неуместно. – Давайте возьмём ещё один последний звонок. 6510996. Нужен ли России список Магнитского? Ирина. – Да, да, Санкт-Петербург на проводе, я как бы всеми лапками за такой список, вот, он очень такой насущный, я скажу почему, я представитель малого бизнеса, да, яркий, вот, и знаю, как зарабатываются деньги на налоги. И вот эта вот часть, не касаемая, да, правильно, надо мучать в тюрьмах, да, это вот случай, который ко многим можно свидетельствам отнести, вот. Но вот эта часть, где конкретные деньги, конкретные налоги, да, наши российские были, то есть цифры, которые можно посчитать, вот, которые были уведены, которые были сделаны проводки, которые были закуплены недвижимостью. – Почему наши, вот, представители чиновника, наши чиновники, наши депутаты, которые ездят и, там, позорились, пытались перелонить ситуацию, почему они не смогли привести аргументы, тома бумаг, которые бы доказывали, что вот эти цифры указаны про, ну, понятно, да, про рядовых следователей, рядовых, не знаю, налоговиков, это все ложь, что вот все копейки, которые якобы были переведены, это все происки, не было этого, что не было письма Магницкого, который там за две недели до перевода этих денег, увода этих денег, как бы, якобы, вот то, что я слышала из первых непротасаемых, было предоставлено, почему он тогда оказался виноватым, вот это они могут сказать? – Понятно, да, Ирина, Ирина, все-все-все-все понятно. – Вот это суть, как мне кажется. – Спасибо, спасибо за ваш звонок, к сожалению, время наше в эфире уже подходит к концу. И я здесь хочу подвести итоги нашего голосования, напомню, что мы спрашивали, а нужен ли, одобряете ли вы список Магницкого? И, вы знаете, я ожидал, конечно, что будет определенный результат, но такого сильного перевеса я не ожидал. 97% наших слушателей одобряют список Магницкого, и 3% слушателей не одобряют список Магницкого. Вы хотели Vox Populi, голос народа, получите. Вы знаете, это вот к вопросу о суверенитете государства и суверенитете народа, то, о чем здесь говорил и Федор Шеловко-Ведяев, и Андрей Картунов, о том, что список Магницкого, собственно, помогает нам в осуществлении нашего собственного суверенитета. Если в моей жизни, вот как наши нам звонящие говорят, в судебных делах абсолютный маразм происходит, малый бизнес не может поддержки. Это же нарушение суверенитета отдельно взятого бизнесмена, отдельно взятого гражданина. И если помочь восстановить наш собственный личный суверенитет может кто-то за рубежом, так и, пожалуйста, добрый путь, если наша собственная система не может этого сделать. Так что я считаю, лично я считаю, что список Магницкого очень полезная вещь для России, очень дружественная вещь для России в условиях паралича нашей судебной системы. Он должен расширяться и включать в себя новых фигурантов и новые случаи. Ну что ж, я хочу поблагодарить наших гостей. Это Федор Шеловко-Ведяев, профессор вышки и бывший первый замминистра иностранных дел РФ. И Андрей Крутунов, генеральный директор и член Президиума Российского Совета по международным делам. За пультом Александр Лисунов, продюсер программы Дина Трубовская. Я ваш верный археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи. Всего доброго.